Этот фарс на оккупированной территории не можно назвать даже имитацией референдума. Что намаляют вместо результата, мы знали, что сделали. Даже разведцы не нужно было особо стараться. Во вторник вечером пророссийские избиркомы отчитались о результатах так называемого волеизъявления на оккупированных территориях. В Донецкой области за ее вхождение в состав РФ нарисовали 99,23%, в Луганской 98,42%, в Запорожской 93,11%, в Херсонской 87,05%. Так называемый глава ЛНР Пасечник на радостях заявил, мол, попросит Путина принять область в состав РФ уже 28 сентября. Но в России, похоже, процесс притормозили. Раньше Роспропаганда сообщала, этот вопрос может быть рассмотрен 30 сентября. Сейчас уже называют дату 4 октября, и то предположительно. Президент Зеленский в своем выступлении на Суфбезе ООН подчеркнул, если РФ признает результаты референдумов, то ему с Путиным больше нечем будет разговаривать. А Запад в своей оценке волеизъявления под дулами автоматов выступил единым фронтом в поддержке Украины. США потребовали от Суфбеза ООН не признавать так называемые референдумы, а также пообещали дополнительный пакет военной помощи Украине на миллиард. Генсек НАТО призвал усилить военную поддержку Украины. Британия расширила санкции против РФ. ЕС ввел ограничения в отношении организаторов псевдоволеизъявлений. Услышит ли РФ сигналы Запада? И как далеко она может зайти? Аналитики предполагают, Путин усилит газовый и ядерный шантаж. Разведки США и союзников активизировали выявление и предупреждение возможности РФ применить ядерное оружие. Подпишись на СистемаИнфо, поставь лайк и отреагируй комментарием. Мы ценим обратную связь.